Я пока немножко такой не информативной информации скажу. Соответственно, коллеги попросили нас не дублировать информацию, которую вам докладывал Петр. Потому что я думаю, что по ставкам как раз налогов все было достаточно четко изложено. Мы тоже наткнулись на некоторые забавные региональные особенности. Но, например, в некоторых регионах мы увидели, что для того, чтобы получить льготы по налогу на недвижимое имущество управляющей компании, надо пройти региональную аккредитацию промышленного парка. Что, собственно, неудивительно, это нормально. Вопрос заключался вот в чем. Основанием для прохождения региональной аккредитации являлся факт получения свидетельства о прохождении федеральной. Аккредитации. Сразу возник вопрос управляющей компании. Система настроена на то, чтобы не дать, как бы льготу. То есть это достаточно такая нетипичная ситуация, довольно странная. Это если не обсуждать, например, вопрос правомерности, что ли, или необходимости прохождения управляющей компании аккредитации по 794 постановлению или 1863, если классифицируется как технопарк промышленный, например. С точки зрения получения не федеральных, а региональных льгот по тому же самому налогу на имущество. И, собственно говоря, здесь регионы разделились на две неравные части. Часть региональных органов власти требует прохождения аккредитации для льготы по налогам недвижимости. Часть не требует. Я, естественно, с коллегами убежден и ко второй группе свои голоса причисляю о том, что федеральная аккредитация для льготы по налогу на региональному вещь скорее излишняя дополнительная, чем необходимая. Потому что, например, в региональных промпарках присутствуют такие интересные особенности, что, например, девелоперская, она же управляющая компания, по факту является еще и носителем какого-то производственного бизнеса. Ну, то есть началось, например, как построили корпуса с заделом под себя на перспективу. Перспектива, например, не случилась. Это, на самом деле, нормальная ситуация, потому что все сейчас миниатюризируется, да, и такого количества площадей под себя уже не надо. И, соответственно, стали предоставлять в аренду, да. Соответственно, что происходит с выручкой компании? Превалирующая доля выручки компании от производственного бизнеса, да, а не 80 на 20, как требует федеральная аккредитация. Соответственно, вывод какой? Такая управляющая девелоперская компания федеральную аккредитацию не пройдет. И, значит, пользоваться льготом по региональному налогу на недвижимое имущество не будет, да, что достаточно несправедливо. Ряд регионов, в том числе и Татарстан, пошли по пути, как бы, упрощения требований. Ну, например, для того, чтобы получить региональную льготу по региональному, опять же, налогу на недвижимое имущество, там, в республике Татарстан, достаточно заключить соглашение с Министерством экономики, которое предусматривает определенный прирост показателей. Вот. И, собственно говоря, и пройти региональную аккредитацию, там у нас есть свое постановление Кабмина, которое, к счастью, не такое строгое, как 794-е. И, собственно говоря, ситуация решается, потому что в регионах очень часто присутствуют вот такие вот диковинные, забавные вещи, про которые я сказал, да, о том, что на балансе одной организации реализуется несколько видов бизнеса. И, на самом деле, это нормально. Я не считаю, как бы, ну, вот это проблемой. Потому что девелоперский бизнес с недвижимостью достаточно специфичная вещь и, на самом деле, формула успешного промпарка, когда девелопер, управляющий компанией, имеет на территории еще и производственный бизнес. Более высокомаржинальный, более окупаемый, более оборачиваемый, да. Вот. Соответственно, бизнес-девелопмент становится в нагрузку. Потому что, сами понимаете, что такое срок окупаемости на сегодняшний день – 8, 10, 11 и так далее лет. Естественно, нормальный инвестор предпочтет этому более оборачиваемый проект или цифру какую-нибудь, или что-нибудь в этом роде с сокращенными сроками. Алло, алло, как сейчас слышимость? Я пока не листаю. Вот. Соответственно, нет необходимости останавливаться на каких-то вот этих самых цифрах, которые я сейчас очень быстро пробегу, пролистаю, прокомментированную на словах. Вот сейчас должен появиться слайдик «Не так важен тарифный план». Голубенькое на белом. Видно? Все, отлично. Вот. То есть, меня всегда, допустим, с точки зрения той же самой разглядывания тарифных планов сотовых операторов, телекоммуникаторов, да, я, может быть, не первый раз это уже повторяю, по тарифному плану совершенно непонятно, сколько на самом деле ты будешь платить, да. Вот. И поэтому очень важно понять, как эти ставки налогов сказываются в деньгах, сколько, да, и на самом деле еще важнее, как льготы влияют на экономику проекта. Еще часто возникает вопрос, сколько, допустим, льгота позволяет сэкономить по какому-нибудь относительному показателю. Например, считаем, скажем, налоговое бремя, да, в процентах от выручки. С льготами сколько налоговое бремя процентов от выручки? Например, без льгот, там, скажем, 15%, а с льготами, например, там, 7 или 5, да. Вот это уже другой разговор. Этими категориями предприниматель, особенно реализующий инвестиционный проект на территории парка, он уже как бы мыслит именно вот такими вот вещами, да. Сколько это будет вешать. Вот. Соответственно, мы задались с целью посчитать, на самом деле, как влияют льготы на экономику проекта. И прекрасно понимая, что налоговые льготы – это не единственный и не самый первый, естественно, да. То есть не в первую пятерку входящий фактор привлечения инвестора на территорию, когда ему предлагается какой-нибудь подготовленная инфраструктура, да, подготовленный земельный участок, там, ну, с преференциями, здорово, да. То есть все особые экономические зоны, на самом деле, очень хорошо себя показали с точки зрения сочетания подготовленных земельных участков промышленной инфраструктуры, на которую сверху надет ровно на эту территорию, извиняюсь за сленг, преференциальный режим, да. В этом отношении менее удачными, естественно, оказываются проекты, когда есть подготовленный земельный участок промпарка и инфраструктура, но нет льгот. Или наоборот, есть, ну, например, перевести территорию опережающего развития, да, ТАСЭР, допустим, в каком-нибудь моногороде, в котором нет подготовленных земельных участков. Ну, соответственно, это несколько похоже на недособранную мозаику и, естественно, эффективность ее ниже. Так вот, мы задались целью посчитать, как налоговые льготы повлияли на экономику проекта, насколько сильно это влияние и какие факторы, на самом деле, оказались сильнее. Значит, что, соответственно, мы для этого сделали? Мы взяли в качестве типового проекта один производственный проект, в данном случае мы взяли производство методом экструзии из полиэтилена труб, ну, то есть полимерный, да, достаточно частая такая тема. Причем, я думаю, что проект очень хорошо экстраполирует и на термопласты, на литье под давлением, на другие виды экструзии, на другие виды экструзии, да. Вот, соответственно, потому что в полимерах сырьевая составляющая, составляющая труда, примерная там экономика производства, она очень похожая. Соответственно, мы решили сделать такой эксперимент, взяли условно-типовой проект с более-менее реальных цифр, мы его упростили, чтобы быть корректно сопоставимым в разных юрисдикциях, да, и на разных территориях. И мы этот самый проект, я вам покажу, мы поместили его в разные территории, да. Так вот, значит, это некоторые параметры, которые мы просчитали, для сопоставимости привели одинаковые, да, чтобы это и в особой экономической зоне было, и в ТАСЭР, и в муниципальном районе, и на, значит, на земельном участке. Единственное, что это всегда у нас была аренда с последующим выкупом, да, вон на 10-й год, как вы видите, да, площадь соответствующая и так далее, и так далее. Взяли типовой оборот, чтобы можно было пролезть под упрощенку, потому что мы в том числе сравнивали эффект от применения упрощенной системы налогообложения, то есть если вдруг выяснится, что этот вид продукции можно продавать, ну, например, через маркетплейсы, и вопрос НДС, наличия НДС у поставщика не стоит, да. Так, ну и, соответственно, чтобы это влезло в другие параметры. Здесь кое-какие тоже финансовые параметры для расчета, то есть у нас сформировался некий типовой портрет резидента, который мы помещали в разные условия, и смотрели, как это скажется на экономике. Так, вот, значит, просчитали сперва финмодель чистую, то есть как бы вот если проект реализовался в промышленном парке конкретный, тоже с застройкой по девелоперской модели, аренде земли и все такое прочее. Вот была его экономика, да, 7 лет и NPV там порядка 80 миллионов рублей, а дисконтированный срок купаемся 8,5. Ну, такой вот длинный у нас как бы получился, да, не самый интересный бизнес среди переработки полимеров. Но, собственно говоря, это и хорошо, да, здесь, если мы проверим, как это, на прочность, да, финмодель такого проекта, то, в принципе, с более высокомаржинальным, с более высокооборачиваемым будет все интересно. Соответственно, вот мы стали отсчитывать, что повлияло на экономику проекта. У нас так получилось, что на тот момент в городской черте, значит, в территории парка можно было там получать землю без торгов, да, ну, это частые ситуации, да. И очень интересной была стоимость выкупа земли, да, на тот момент действовала ставка 0,1% на 1,1% от кадастровой стоимости. Соответственно, земельный налог был достаточно льготный такой, да, на этой территории. И, соответственно, вот мы сравнивали два варианта, если разместиться в промпарке или если разместиться на аналогичном земельном участке вне промпарка, да, вот там разброс 150 раз от налога, например, да, был того же самого земельного. Так, теперь, 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 ну, это кое-какие местные особенности, чем был, и тариф. Вот что интересно, в этом промышленном парке тариф на подключение, SN2 он назывался, да, хотя больше, на самом деле, по стоимости похож на низкое напряжение, да. Вот, по третьей категории надежности был 6 рублей, вот 6.13 с НДС. Соответственно, соответственно, еще повлияло на экономику проекта, а то, а, мы сравнили еще с одним проектом, один был муниципальный, другой был частный, да. И, соответственно, сразу сказалось о том, что сети коммуникации одного парка строились за бюджетный счет, а к другому сети коммуникации строились за частный девелоперский счет, да. И, соответственно, стоимость подключения к сетям у одного ноля, а у другого каких-то денег стоит, да, потому что частному девелоперу надо отбивать эти затраты. Соответственно, мы видим, что достаточно давно при содействии Ассоциации федеральные органы власти шли навстречу и поддерживать начали проекты с непосредственным участием частного капитала. К сожалению, это продлилось недолго, с 2018 по 2021 год, да, включительно. А потом это сейчас стало прерогативой, ну, я про 316-е постановление Минековское говорю, да, про их программу. Это стало прерогативой только регионов с индивидуальными программами социально-экономического развития, так называемыми, с низким уровнем, да. Так, ладно, соответственно, вот мы сравнили первое сравнение, я здесь сокращенный привожу вам презентацию, там больше было вопросов, но они для данного семинара не очень релевантны, да, я их просто убрал. Соответственно, вот как сказались льготы территории опережающего развития в парке, в парке, да, но в ТАСР и без ТАСР. Да, безусловно, сокращение срока окупаемости, там, на год с небольшим, да, меньше, чем полтора, но больше, чем, как бы, год, это хороший показатель. И чистая приведенная стоимость за сопоставимый период, да, 35 миллионов рублей, это, как бы, тоже деньги, да. Не сказать, что здесь, прям, вот, сказочные такие различия получились, да, между ТАСР и не ТАСР, а вы сами знаете, что территория опережающего развития, это достаточно широкий, как бы, набор льгот для инвестора-производственника. Вот, ну и, на мой взгляд, разница в сроке окупаемости, что 6 лет, что 7, в российских сегодняшних реалиях это не страшно далеко, это не пропасть между этими показателями. На самом деле, в пределах погрешности, ну, что это, это 20%, грубо говоря, да, вот, меньше, меньше, вот, особенно, если мы все с вами свидетели, да, вводимого правительством режима самоизоляции, который, естественно, никто запланировать ни в каком бреду не мог. И, вот, поэтому мы понимаем, что 20% это такая ерунда, различие в сроке окупаемости, да, по крайней мере, вот, например, там, субсидировали часть убытков компаниям, да, во время пандемии, у которых выручка упала, там, на 30 и более, поэтому, что уж тут срок окупаемости, там, плюс 15%. Значит, потом мы сделали абсолютно такой же эксперимент, то есть этот же самый парк вне территории опережающего развития, вне налоговой юрисдикции, преференциальной, потом в ней, и еще ввели вот эти, так называемые, упрощенки, да, то есть навесили сверху упрощенки. Обнаружили при углубленном, так сказать, изучении нормативной документации, да, сперва сами даже не поверили своим выводам, потом переспросили, вот, и обнаружили, что, оказывается, можно применять упрощенку, будучи резидентом ТСР. То есть, когда мы задавали первые вопросы, еще только разбираясь в этом, нам, собственно говоря, все, там, клерки и налоговые органы отвечали, да нет, нет, вы что, такое невозможно, как может один преференциальный режим накладываться там на другой, да, выяснилось, что законодательно это вообще вполне, противоречий никаких, и первые, кто этим воспользовался, по-моему, это была Республика Башкирия, потом мы увидели еще примеры, Дальний Восток, они успешно сочетают часть льгот резидента территории опережающего развития с упрощенкой, да, вот. Вот самое главное, что при упрощенке здесь уже не пользуешься льготой по налогу на недвижимое имущество, там, и по налогу на прибыль, да, но зато пользуешься низкой ставкой страховых взносов, 7,6, а это в структуре льгот одной из самых интересных, да, большую долю занимает. Вот, обратите внимание, как, каково различие вот этих самых двух преференциальных режимов, да, по ТСР мы уже прокомментировали с вами разницу, и, собственно говоря, что произошло по упрощенке. Наилучший эффект показала упрощенка дохода минус расходы при применении режима ТСР, да, страховых взносов. Ну, мы на самом деле получили с вами тот же самый разницу в один год в сроке окупаемости, да, чуть больше полутора лет в дисконтированном сроке окупаемости, ну, понятно, что мы получили значительную сумму NPV, да, чистой приведенной стоимости наших будущих денежных потоков инвестиционных и доходовых, и расходовых притоков. И расход почти там 70 миллионов плюсом, да, мы с вами получили прирост по NPV, если сравнить там вне ТСР в парке и в парке с ТСР и с упрощенкой, например, да. Ну, при прочих равных условиях, что мы не говорим при этом, что мы потеряли какое-то количество покупателей, требующих от нас работать с НДС, да. А вот разница с ТСР и ТСР упрощенка дохода-расходы оказалась еще меньше, то есть это где-то порядка 42 миллионов в горизонте планирования, сами помните, какой большой, да, мы на 15 лет планировали, это на самом деле не так много, то есть, в принципе, ну, вот можно даже той же самой упрощенкой добиться. Так, ну, как я уже сказал, на экономику проекта ТСР, естественно, повлияли его налоговые льготы, а также нахождение в черте моногорода позволяет получить более дешевые, не скажу, что более доступные фонд развития моногородов, да, это несколько месяцев рассмотрения, это конкуренция за федеральные вот эти самые заемные, возвратные, но беспроцентные деньги, вот, недорогих, но не всегда и доступных, да. Это повлияло тоже на экономику проекта и нивелировало несколько, например, да, вопросы эффекта от льгот. Ну, и потом мы обнаружили, что в такой ситуации вообще нет экономического стимула, находясь в ТСР, срочно выкупать землю. Зачем? Если земельный налог ноль, арендная плата ноль, то спешить выкладывать стоимость за землю, это можно сделать, наконец, там, территории завершения преференциального режима ТСР, да. Так, теперь, значит, мы сравнили этот же самый производственный полимерный бизнес, если еще не забыли, с размещением его в сценарий номер один территории промпарка муниципальной, то есть с арендной земли, сценарий второй мы поместили его в промышленно-производственную особую экономическую зону. Здесь получилось все некрасиво для инвестора с точки зрения нахождения в ОС промышленно-производственного типа, да. Дальше я, по-моему, перечисляю, да, о чем идет речь. Обратите внимание, да, это увеличение срока окупаемости на 2-4,5 года. Это плюс 60, минус, точнее, 60 миллионов рублей к НПВ, да, то есть потери фактически чистые, да, и так далее. Соответственно, что произошло? Значит, находясь в особой экономической зоне относительно муниципального промпарка вне ТСР, мы получили дешевый тариф на электроэнергию, мы поставили здесь полтора рубля, да, но это надо суметь подключиться по тарифу ВН, да, что для инвестора с таким, ну, как бы, на самом деле возможно, возможно. Так, в особой экономической зоне практически там льготная, почти бесплатная аренда земли и низкие ставки по налогу на прибыль, да, то есть вот он разбег как бы, но это для тех, как бы, кто рано вошел, наибольший эффект, да, для тех, кто вошел поздно, у него, как бы, разницы-то особой не будет. Так, ну и, соответственно, таможенными льготами здесь у нас можно воспользоваться, но они у нас не отыграли свою роль, потому что у нас нет экспорта за пределы таможенного союза, поэтому здесь особых таможенных льгот-то и нет. Но, значит, вот эти самые, даже вот плюсы, эти особой экономической зоны, да, зелененьким, то, что вверху, не смогли нивелировать минусы красненьким от особой экономической зоны. Те, кто реалисты и совершенно там объективно воспринимают ситуацию, они знают, что ставка в особой экономической зоне, которая находится за пределами населенного пункта, иногда ее там называют гетто, да, в хорошем смысле слова, высокая. Женщины, в принципе, очень неохотно идут на работу в особую экономическую зону, вот, потому что это утром уехал и только вечером вернулся и так далее, и так далее, да, там с социалкой не очень хорошо, ездить надо постоянно и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, на территории особой экономической зоны уже не получишь льготный вот этот самый кредитный ресурс Фонд развития многородов, будешь кредитоваться по обычной банковской ставке, да. Ну и потом опыт общения с резидентами ОС, все зараза говорит, у вас дорого в этой особой экономической зоне, жалуются некоторые резиденты. Вот, но мы здесь поняли, что эксперимент неудачный, потому что наш, скажем так, резидент вот этот, да, он на самом деле очень далек от портрета идеального резидента особой экономической зоны, да. То есть туда идут, в принципе, другая категория производственников, да, и мы, скажем так, поперлись туда, извиняюсь за этот, зря. Так, теперь мы посчитали, если мы сейчас поедем в муниципальный район, вот просто возьмем в подготовленном, там у нас в качестве примера был Вятково-Мадышевском районе, да, подготовленный земельный участок промпарка и разместимся там. И, соответственно, будем его сравнивать. Что происходит? Ставки фонда оплаты труда при найме младших категорий персонала, там охрана, обслуживающий персонал, рабочие, ну, не то, что даже в разы, иногда другой порядок цен, да. Там потому что в муниципальных районах высокая, как правило, маятниковая миграция, рабочих мест не так много, выбор невелик, конкуренция за рабочую силу невелика, а вот за рабочие места как раз велика. И если предусмотреть производство в промпарке, многие люди делают совершенно осознанный выбор, перестают ездить в столицу или куда-то еще там на заработки или какую-то лахту и начинают работать в промпарке в местности, где проживают, да. Плюс мы, забыл еще сказать о том, что мы предусмотрели определенный план, определенный транспортное плечо логистики по доставке сырья из одного места от наших производителей полимерного сырья, да, и отвозить планировали, если я ничего не путаю, все в Казань, да, то есть на железнодорожную станцию перегрузка, да. Соответственно, в некоторых ситуациях у нас была далекая доставка сырья, что, собственно говоря, не проблема, есть ЖД, да, если недалеко. Ну и понятно, если у нас не было ЖД в непосредственной близости от промпарка ООС или чего-то, мы делали перевалку, перегрузку, фуры, доставка вот какого-нибудь грузового железнодорожного терминала. Так, дальше, соответственно, и доставить готовую продукцию, вот это уже тоже определенная как бы вещь, да, потому что одно дело, когда ты возишь крошку и, скажем так, пустого места в мешках, бигбегах, тюках там или в вагоне не так много, а другое дело, когда ты ведешь готовую продукцию, разносортную, разнодиаметрую, да, одну трубу в другую не всегда, скажем так, засунешь для оптимизации. Да и какой грузчик, скажем так, из простонародья начнет этим заниматься? Этим занимаются профессионалы-логисты, когда экономят погонаж, когда экономят там тонны штуки, километры, там сборные грузы и так далее. Высший пилотаж, скажем так, транспортной складской логистики. Но мы брали наших обычных грузчиков, которые насовали и нехай себе пусть едет воздух там между трубами и внутри труб. Поэтому у нас иногда еще и логистика очень сильно сказывается. Так, еще кое-какие параметры. Ну и, соответственно, вот, еще такой момент. У нас оказался недорогой тариф там на промышленном парке за счет того, что от подстанции были прокинуты прямые нитки высоковольтного напряжения. Вот, а нет, вроде не высоковольтного, там 10 киловольт было. Ну, в любом случае, удалось получить тариф там 2,8 вместо 6 рублей, который был в черте там, по-моему, Зеленодольск мы брали в качестве первого подопытной юрисдикции. Соответственно, мы получили дешевый тариф, мы получили более низкую ставку фонда оплаты труда Мамадышского района относительно города Зеленодольска и Зеленодольского района. Но, на самом деле, я думаю, что разброс фонд там еще больше, потому что этот промпарк находится недалеко от Казани, а это, сами понимаете, это уже совсем другая ставка вознаграждения за труд. Так, и что интересно, в Мамадыше предлагают выкупить землю по почти 20 копеек за квадратный метр, чем в два раза дороже, допустим, в том же самом Зеленодольском районе. Вот, и даже минусы вот нахождения в районе и отсутствие вот этого самого фонда развития моногородов и отсутствие налоговых льгот и транспортных расходов перекрылось, что, ну, собственно говоря, я ожидал подтверждения этой гипотезы, да, перекрылось низкой ставкой фонда оплаты труда в районе и низким тарифом на электроснабжение. Вы понимаете, да, труд, как бы, и энергетика для полимерного бизнеса, она находится в первой группе факторов влияния с точки зрения структуры себестоимости и всего такого, да. Ну и вот, обратите внимание, да, мы сравнили эту самую вятку, мы сравнили территорию опережающего развития и, честно говоря, обратили внимание, что нельзя сбрасывать со счетов муниципальные районы. Они догоняют и почти перекрывают, ну, нивелируют как бы влияние, да, того же самого ТОСЭРа, что, в принципе, отсюда делается достаточно страшный для муниципальных образований, которые везде с флагом носятся по пиару своей территории опережающего развития, что льготы ТОСЭРовские на самом деле не так много дают. Если мы сбрасываем со счетов такие параметры, как стоимость, доступность труда персонала, да, и цену тарифа, а кто у нас из муниципалитетов сразу выкладывает все карты, что называется, инвестору, да, с точки зрения размещения его в территории опережающего развития. Это достаточно редко и непопулярно, да, рассказывать все честно и как бы сразу. Вот, и, соответственно, уж точно Вятка почти догнала ТОСЭР там и упрощенку там дохода, да, ну, естественно, проиграла в конкурентной борьбе ТОСЭРу и с упрощенкой дохода-расходы, да, там, ну, более-менее таким отрывом, да. Год срока окупаемости, ну, и где-то порядка 57-58 миллионов НПВ. Вот, соответственно, отсюда сразу последовал еще один вывод о том, что низкая заполненность там индустриальных парков района – это результат несогласованности действий по созданию профиленциальных территорий и промышленных территорий. Так, это я уже, по-моему, прокомментировал. А, ну, собственно говоря, я подошел к концу. Самый главный вывод из вот этого анализа – естественно, каждый проект надо считать. И я на одном из семинаров, по-моему, на мероприятии «Лидеры развития промышленной инфраструктуры» обозначал группу из 15 факторов, которые мы что-то уже научились, что-то учимся, повышаем квалификацию. Влияние факторов на размещение инвестора. Если надо, я ссылочку сброшу. Там есть и презентационные материалы, и видео. Кому интересно, посмотрите, да. Что налоги, вот, опять же, повторюсь, не в первой пятерке, факторов очень много, ну, вплоть до того, что мы сейчас думаем над методикой подсчета такого фактора, как степень вероятности соблюдения всех договоренностей, обещаний, да, и вероятность выстраивания кооперационных связей, поиска смежников на территории, да, чтобы выстраивать некую производственную кооперацию. В общем, все надо считать. Таких проектов, как вот этот полимерный, можно сделать сколько угодно, да, взять там пищевку, ну, текстиль, другие виды промышленности, просчитать. И, уверяю вас, иногда выводы будут совершенно неожиданными, и что, как бы так, показательно для, в тему нашего сегодняшнего мероприятия, вообще не в пользу налоговых льгот. Так что удачи в реализации проектов, подходите к этому вопросу взвешенно, скурпулезно, с подсчетом, добавляйте к своей интуиции железную логику цифр. Успехов вам, все, я на этом отключаюсь. Спасибо большое вам за внимание. Максим, Максим, прошу прощения, эта работа совсем не была ни бессмысленной, ни бесперспективной, тем более, что я принимал в ней самое непосредственное участие, помогал Петру в нормативной документации, да. Я просто говорю о том, что каждый проект надо считать, и это будет объективно. Спасибо. Платон мне друг, но истина дороже. Я думаю, коллеги, полагая руку на сердце, со мной согласятся. Продолжение следует... Продолжение следует... Максим, одну еще мысль, если позволишь, про особые экономические зоны. Здесь самое главное правило, каждой работе нужен свой инструмент. Мой первый учитель труда в школе говорил, Сергей, 90% успеха в нашей деятельности зависит от правильного выбора инструмента. Если вдруг ты вместо молотка возьмешь микроскоп и начнешь им забивать гвозди, это уже будет печаль большая. Надо понимать, что у каждого из преференциальных индустриальных территорий и режимов есть свой идеальный клиент, есть свой портрет. И вот, по крайней мере, для особой экономической зоны мы совершенно четко понимаем, что портрет идеального клиента особой экономической зоны – это либо крупная российская компания, либо иностранный инвестор, что подтверждается практикой. Которые покупают оборудование, например, из-за рубежа, реализуют свою продукцию за пределы таможенного союза. Вот тогда особая экономическая зона всеми своими преференциями включается по максимальному. И уже никакая другая преференциальная территория не сможет предоставить того же самого. А если мы покупаем сырье из танки здесь и продаем на территории России, то особая экономическая зона не сможет включить максимальный набор преференций. И тогда часть ее просто нивелируется. Вот здесь для каждого инструмента свой клиент. Ну вот Андрей небольшой тезис как бы тоже вбросил. Низкий фото – это, конечно, хорошо, но есть обратная сторона медали – низкая культура производства, недостаточно невысокая уровень квалификации, компетенции персонала. Ну смотрите, вот с точки зрения полимерного бизнеса вот этот самый проект, мы смотрим его в развитии, да. И, честно говоря, значительное количество персонала уже уходит там, да. То есть в этом бизнесе возможна значительная степень механизации, автоматизации, роботизации. Ну, к примеру, готовую заготовку с пуансона, с матрицы там уже давно снимают роботы, да. И ни к чему мучить несчастных женщин в перчатках, да, которые на заре становления этого бизнеса как бы работали, да. Более того, многие бизнес-процессы, технологическая подготовка там позволяют обучить, ну, скажем, сделать там этого рабочего винтиком, да. То есть который просто выполняет свою техкарту и как бы это не проблема. Понятно, что я когда говорю про низкую ставку вознаграждений, я не имею в виду ИТР, конечно же. Это не инженеры там и не технологи. Таких людей сейчас, что называется, хантят там по всей России, еще откуда-то, да, перекупают, дают жилье подъемное и так далее, и так далее. Вот. А это касается как бы рядового персонала. Мы просто недавно анализировали дефицит персонала по вакансиям, да, вот просто даже по информации открытого доступа. Это страшные цифры как бы происходят в особо экономической зоне, потому что там происходит и конкуренция, да. И в некоторых, например, там промышленных зонах там разных, не обязательно особо экономическая. Ситуация такая, что сейчас работодатели тратят колоссальные деньги на рехантинг, перенайм, и сейчас вот как бы не совсем время работодателя, да. Люди спокойно уходят из-за разницы в тысячу, две, три, пять рублей, тысяч рублей в позиции, да, аналогичные уходят конкуренту. А если этот конкурент находится на территории этой же зоны, там происходит один нездоровый процесс. Вот как бы здесь я прекрасно понимаю коллегу, но вот везде есть нюансы. Да.